Как бы вы определили, что такое православный или церковный консерватизм, традиционализм, с другой стороны православный церковный либерализм или модернизм, вообще имеет ли смысл это развлечение и насколько мы можем адекватно применять его в богословских дискуссиях? Спасибо за вопрос. Я бы сказал, что разлом, который вы упомянули, идет по признаку того, как человек относится к церкви, как человек относится к вере, когда он называет себя православным. Что для него такое православие? Святой Ириней Леонский сказал, что апостолы в церковь, как сокровищницу, положили все, что относится к истине. Это позиция, вот эта есть вера отеческая, это есть вера православная, есть вера, и же Вселенную тверди, то, что мы имеем полноту истины. А если мы имеем полноту истины в вопросах вероучения и связанных с ними вопросах жизни христианской, молитвы христианской, потому что это все не является какими-то изолированными друг от друга областями. И вот если мы имеем полноту истины, то в таком случае эта истина не нуждается в том, чтобы мы в нее что-то привносили от себя, как-то ее поправляли, дополняли. Потому что любое в несении изменений в совершенство, оно однозначно приводит к несовершенству. Истина не нуждается в никаких дополнениях, исправлениях, изменениях с нашей стороны. Поэтому то, что в церкви есть известно, как священное предание, это именно передача вот этой истины из поколения в поколение. И как святой Викентий Лилинский сказал, что вера и предание, в частности, он тоже говорил, это то, что ты получил, а не то, что изобрел сам. Это то, что ты должен сохранить и передать другому, а не то, что ты должен как-то редактировать и исправлять. Это то, зачем ты должен следовать, а не то, что ты должен вести за собой. Вот здесь проходит такой разлом, потому что есть люди, которые это понимают, которые хотят следовать истине, а следование истины, оно не бывает без жертвы. Мы должны пожертвовать, ну, как минимум, своими собственными представлениями. Вот у нас есть, у каждого есть какие-то свои идеи о Боге, о мире, о вере. И вот когда мы сталкиваемся с тем, что истина говорит иначе, истина выражена в откровении, в священном писании, в священном предании церкви, то у человека выбор. Вот он должен или пожертвовать своими измышлениями ради истины, или он жертвует истиной ради своих измышлений. Дело не просто в том, что человек получил некую информацию, а дело в том, как он относится к этому. Считает ли он должен для себя смирить свой ум перед истиной, которую ему передает церковь? Считает ли он нужно, говоря вообще, изменить себя в соответствии с тем, что ожидает от него Бог? Или он, наоборот, считает, что православие – это такое поле для его самореализации, для его какой-то игры богословской. Это то, что он, наоборот, под себя изменяет. А вот это мне в православии нравится, это я возьму, а это мне не нравится, это я объявлю устаревшим, несовременным, неактуальным и так далее. Вот это самое главное. Не просто информация, а отношение к этой информации. Здесь я хочу обратить внимание на, опять же, нередко всплываемое в наше время представление о том, что вообще наше православное богословие в целом находится в так называемом латинском плену. Вот скажите, пожалуйста, вот у нас, с вашей точки зрения, все-таки вот есть этот латинский плен, длящийся веками, или его нету? Ну, разумеется, нет. Где были тогда святые этого времени? Как это они так проворонили, будучи великими интеллектуалами своего времени, будучи не просто богопросвещенными людьми, но и очень хорошо знающими и даже борящимися с католической угрозой, чтобы они вдруг пропустили и не заметили? Это, конечно, смешно. Эта идея нужна для обоснования и оправдания желания людей современных искажать православие под себя. Потому что если все в порядке, тогда это уже как-то неудобно. Ты придешь и говоришь, что у меня прекрасная новая идея, давайте мы будем учить вот так вот. А по этому вопросу мы будем учить вот так вот. И давайте мы теперь начнем говорить, что все спасутся, давайте мы начнем говорить, что без церкви можно спастись, давайте мы будем говорить, что эволюционизм это на самом деле точное изложение православной веры, давайте еще что-нибудь такое будем говорить, что церковь не имеет границ, все хорошие люди к ней относятся, ну и так далее. Любую идею, которая нам придет в голову. И, конечно, нас тогда скажут, в православной церкви нам скажут, в других церквах, может быть, и ничего не смогут сказать, в протестантской, пожалуйста, хочешь создать новую церковь, пожалуйста, создавай. А в православной церкви так не получится, тебе скажут, дорогой, мы, в общем-то, учим по-другому. И как вот это преодолеть? Надо сказать, а нет, 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 мы не заметили, как нам вкоралось какое-нибудь там католическое пленение, а мы на самом деле его, так сказать, освобождаем церковь. Мы не какое-то новшество приносим, а мы будто бы все возрождаем. Но это, конечно, уловка сама по себе. Во-вторых, что значит католическое пленение? У нас от католицизма... Латинское, да. А у нас там от латинства, как традиционное название католичества у наших святых, отличают очень конкретные догматические пункты. Они известны, по ним полемика длится там веками, это все описано. Мы берем, открываем наше догматическое богословие за XIX век, например, или там XVII-XVIII века, догматические тексты. Открываем, сравниваем, где вот эти пункты, по которым латинство осуждено как ересь, как заблуждение. Ни один из этих пунктов мы не найдем ни в одном из наших изложений. В чем тогда это пленение? Ну, говорят, ну вот там, допустим, язык какой-нибудь, да, тот же используется, эти термины. А кто осудил эти термины? Кто сказал, что они для православного неприемлемы? Или некоторые говорят, вот, например, там традиция деления грехов на семь смертных грехов, она вот там латинская. Или всеми таинствами. Да, а что в этом плохого? Что плохого? Это просто, да, это, конечно, все грехи, они образуют в собой единую там реальность порока. Можно, так сказать, их классифицировать так или иначе, но и так тоже можно. Это не нарушение православия, это не какое-то, так сказать, ущемление истины, это не какое-то пленение. То есть латинское, Запад, особенно, ну сейчас уже сложно об этом говорить, но там в 19-м, 18-м, 17-м, тем более ранние веках, он себе сохранял еще очень много того христианского, которое является общим христианским наследием нашим. Поэтому, конечно, это не имеет под собой серьезных оснований вот эти разговоры о якобы пленении. Это просто уловка для того, чтобы, еще раз мы возвращаемся к той же проблеме, для того, чтобы человек не себя менял в соответствии с волей Божией, а то, что Церковь говорит ему, то, что ему не нравится, он бы это отвергал и считал себя, что он на самом деле это вправе делать. У нас каждый клирик и диакон и священник перед Хератонией приносит присягу, то есть он обещает Богу и Церкви, что он будет в этой присяге. Это очень интересный текст присяги, он опубликован, и в этой присяге он обещает, что будет учить вере православной в соответствии с тем, как это изложено в Священном Писании и в предании церковном у святых отцов. То есть и только при условии вот этого обещания его рукополагают священные сан дьякона или священника. То есть фактически, когда священник после этого начинает учить прямо противоположному, говорить вещи прямо противоположные, как это можно объяснить, как не то, что он обманул Церковь и Бога, он нарушил свою присягу. На мой взгляд, это очевидно. Но здесь важнее поговорить о том, почему это происходит. Понятно, почему и Церковь долготерпит, Господь долготерпит, потому что и нас ведь Господь не сразу после того, как мы совершаем грехи, наказывает и уничтожает. Господь ожидает нашего покаяния, и также в случае таких священнослужителей, конечно, Господь дает нам время для покаяния, долготерпит, и Церковь тоже. Но рано или поздно, конечно, происходит осуждение той или иной сформировавшейся ложной доктрины. Это мы увидим на протяжении истории Церкви, так будет и в будущем тоже, потому что Дух Святой, который живет в Церкви, он отсекает вот эти все ложные плевелы, вот этих злых учений. Почему так происходит? Почему появляется? Почему это есть? Потому что, к сожалению, как мы уже говорили, не все в Церкви для того, чтобы взыскать единого на потребу. То есть, тем, кто не знает эту фразу, переведите ее на современный русский язык. Что имеется в виду? Имеется в виду, что не все в Церкви для того, чтобы искать только Бога, Божьего, жизни с Богом, жизни со Христом, соединения со Христом. Потому что Христос есть истина. Он сказал, я есть, мы истина. Если в нас есть какая-то ложь, мы не можем исполнить нашего предназначения. Соединиться со Христом. Потому что как ложь может соединиться со Христом? В Христе никакой лжи не может быть. Поэтому, когда в нас есть какая-то ложь, или ложь делами, грехи, или ложь мыслями, вот ереси, то тогда мы для себя сами закрываем путь к соединению со Христом. Тогда мы проигрываем.